приветствую вас дорогие друзья вот еще один год подошел концу год в котором мы имели радости или переживания где мы смеялись или плакали где мы приобретали или теряли все это уже в прошлом этот год уже ушел теперь мы стоим в преддверии нового года и нам очень хочется знать а что ожидает нас следующем году что этот год принесет для каждого из нас что мы должны ожидать и к чему мы должны быть готовы сожалению нас нет этой возможности заглянуть в будущее но у нас есть великое обетование для от нашего господа для своих детей и он говорит так что ибо только я знаю намерения какие имея вас намерения во благо они на зло для того чтобы дать вам будущность и надежду представляете великий господь который в контроле всего мира вся вселенная подчиняется ему он даже знает сколько снега должно было выпасть на сегодняшний день все находится его контроле и вот этот великий господь он дает обещание своим детям и он говорит о том что я имею план о тебе и обо мне а каждому из нас у господа есть свой план и этот план хочет осуществить в нашей жизни и хотя мы не знаем что ожидает нас в этом году но знаем что господь которым и может исполнить свое слово который силе исполнит это слово он дает нам это великое обещание и вступая в этот новый год и проходя в этом году что он нам принесет мы не знаем но чтобы это было для нас хорошим утешением и напоминанием о том что мы служим великому богу который управляет всем и наша жизнь находится в его руках это великое благословение которое могут на что могут опираться дети божьи на что они могут надеяться и знать о том что их великий господь заботится о них с новым годом вас дорогие друзья и благословения вам дорогая церковь мои братья и сестры я сердечно поздравляю вас с наступающим новым годом пожелания для всех хотел оставить из первой книги царств 7 главы двенадцатый стих так написано и взял самуил один камень и поставил между массива и между сеном и назвал его авин и езер сказав до сего места помог нам господь оглядываясь на прожитый год мы вместе с самуилом можем с уверенностью сказать до этого места господь нас хранил помогал благословлял проводил и он не оставит нас в этом его чудесное обетование для детей его мы верим и знаем что если мы любим господа и призваны по его изволению буквально все нам содействует каблягу включая болезни и скорби лишения трудности испытания нашей веры господь помогает он не оставляет нас посмотрите сколько за прошедший год мы испытали благословение как в церкви так в семейной жизни каждого из нас личной жизни господь наша помощь он не оставит нас никогда лишь бы мы верными ему были всегда и хочется вместе с иаковом сказать не достоин я всех милости и благодеяний которые ты сотворил рабу твоему господи мы верим и знаем что господь и дальше надо благословить строительство церкви продолжается я призываю вас еще горячей искренней любить друг друга чтобы помогать поддерживать друг друга не напрасно господь нас собрал в одном теле в церкви и дал нам общей цели и стремления и мы ценим это милости господней вспоминаем и считаем и просим чтобы господь не оставил нас в этом году да будем мы хранимы господом желаю его благодати на каждый день а в церкви во все роды добудет господу слава аминь наступает новый 2022 год я хотел бы оставить вам дорогие братья и сестры члены церкви святой евангелии все кто слушает это видео несколько слов пожелания в молитве моисея которая записана в книге псалтырь псалом восемьдесят девятый записаны следующие такие слова дней лет наших 70 лет а при большей крепости 80 лет и самая лучшая пора их труд и болезнь и мы проходят быстро и мы летим научи нас так счастлива дни наши чтобы нам приобрести сердце мудрое когда заканчивается год и наступает новый мы размышляем о времени и священное описание напоминает нам о двух важнейших вещах первое помнить о том что время проходит очень быстро написано проходит быстро и мы летим наши года ограничены и мы должны об этом помнить чтобы иметь правильные приоритеты нашей жизни второе о том чтобы нам приобрести сердце мудро и почему это так важно потому что от мудрости сердца насколько на мудро зависит весь итоговый результат нашей жизни что такое мудрое сердце во первых это страх божий это отношение с нашим богом и невозможно иметь страх божий без личных общениях со христом без любви к его слову божьему и молитве второе иметь мудрое сердце это знать что и когда делать что и как и где говорить мудрое сердце знает время и устав мудрое сердце умеет применять правильное знание на практике и это можно только тогда когда у нас есть смысл жизни мы знаем для чего мы живем чему мы стремимся что главное в нашей жизни и каком мы хотим ведь итог нашей жизни в конце и наконец мудрое сердце это любящее и благодарное сердце потому что она любит бога любит окружающих она благодарна за то что имеет если оставить в сторону все эмоции страх волнения которые окружают все новости которые мы видим и посмотреть только на факты мы увидим сколько благословений мы имели в прошлом 2021 году каждый из нас наша церковь она также испытала большие благословения мы имели крещение мы имели покаяние в церкви благословение детей бракосочетания мы отпраздновали праздник пасхи были детские лагеря праздник жатвы рождественские праздники замечательно двигается строительство церкви да сбок в следующем году будет закончена наша церковь значительно увеличилась количественно не очень приятно что за прошлый год мы прошли все главные доктрины библии через проповеди в нашей церкви и наша церковь возрастает духовно дорогие братья и сестры нам есть за что благодарить господа несмотря на то что происходит в окружающем мире наш бог велик и он особо заботится о церкви своей и мы счастливы что мы часть его церкви его тела наступающем 2022 году я желаю вам больше благословений чтобы мы все больше доверяли господу любили его его слова и нашу церковь храни вас господь с новым годом а Продолжение следует...